итак здравствуйте ребята хотите писать коз головы на коленках качество изучения python это не так сложно просто надо найти примерно полгода и так зачитаем письмо и дальше я расскажу по пунктам как я вижу что делать и почему это получится и так такие письма вообще мне поступают часто плюс минус добрый день меня зовут программирование я python программирование python я самоучка обучаюсь на youtube google курсах и так далее стек технологии fast api и все разные библиотеки которые я так вижу уже в последнее время вот начали касаются искусственного интеллекта в чем заключается моя проблема я я не знаю правильно ли я двигаюсь и выбираю технологии начаться это основная проблема которую человек рано или поздно осознает почему потому что самое главное программирование понимать что делать которые нужны зачастую есть вопрос на сам но самому сложно эти ответы дать себе подсказку так как моем случае моем окружении нет программистов что я хотел от вас как от преподавателя это посмотреть мой код оценить его выявить мои слабые места в знаниях в том числе основа также помочь создать курс по целенаправленному обучению чтобы я стал понимать куда двигаться и так давайте по пунктам да я смогу вам помочь и это есть моя работа сразу ребят почему может не получиться и когда не получается давайте посмотрим в среднем занимает 7 15 месяцев обучение то есть целенаправленное я вам скажу это трудно трудно кто чуть дальше я покажу вот сейчас ребят у которых получается вот как должно выглядеть когда получается и покажу парня который сейчас учится прекраснейший парень да но вот затыки которые не дадут ему точно изучить его п если сейчас не исправить да ребята которые как говорится по-народному с кашей в голове это мой любимый контингент у них всегда гарантированно получается то есть основная причина не каша основная причина что они ищут выход и определили что язык я выучу кто медленно и двигаться у кого может не получится как правило у ребят которые приходят с нуля то есть пока читаем обзоры там написали пару срок кода все это интересно когда начинаем залазить в какую-то и определять от код систему становится скучно и что начинается вот так лучше сделать то есть а опираться всегда нужно только на тестирование знаний и на систему это и есть такое понятие система работы с кодом еще оговорюсь раньше школа была изучение по урокам была группа теперь обучение по урокам и в основном только система индивидуального обучения все очень просто все очень просто там есть ссылка выбираете свой план обучения учить и спокойно в чем замысел обучения начну с себя начал я понимать язык только с 15 года до этого 9 лет я программировал но четко понимал что я не могу писать причиной было что что не было системы вернее она была например мои действия заключаясь в следующем если я получал исключение сразу шел на переполнение стека иными словами искал google на сегодняшний день первое что я делаю это иду в документацию и дуя в исходный код в принципе в принципе когда есть гарантированный и успех тогда когда само сам процесс обучения проходит через непосредственно через мозги участника как это достигается на данный момент все видео которые я пишу для участников конкретно для каких-то конкретных людей они все доступны только им другим людям недоступны два способа обучения первое работа через гитхаб второе если трудно показать гитхаб можно работать через почту на первом этапе давайте ответим вот на этот вопрос создать кривую целенаправленного обучения давайте посмотрим как выстроить обучение правильно если есть то конечно лучше работать конкретно с каким-то проектом что важно понять уже можно понять сейчас вот человек работает с его грамм здесь у нас я открыл значит промежуточный файл да здесь у нас функции если мы открываем например джанга открываем джанга тоже функции что надо понять что законы по которым пишется код их мало и одни они одни и те же это меньше чем пальцы на двух руках то есть здесь у нас вроде бы описывается работа с искусственным интеллектом здесь описывается работа там с базой данных джанга но законы которые описывают работают этих функциях они одни и те же то есть замысел выполняется разный но со стороны именно программного кода происходит одни и те же вещи поэтому нет разницы какой библиотекой работать если есть система для того чтобы создать получить ответы на ваши вопросы в чем они заключаются это как это заключается в том то что я показал когда вы открываете библиотеку абсолютно любую и вам просто понятен исходный код понятна этот момент второй момент для того чтобы создать эффективную систему эффективную систему обучения первое что надо делать это провести тестирование знаний тестирование знаний она проходит только на двух аспектах документации исходный код ведь не секрет давайте я покажу очень простую вещь мы можем открыть документацию просто джанга она очень подробная документация поэтому с ней очень прекрасно работать если мы берем например джанга и берем самую часто используемую функцию get object or 404 я ее постоянно привожу чтобы народ привыкал просто в этой функции есть в основном все законы которые используются в любых любых библиотеках в любых ведь совершенно не является секретом но для многих это является каким-то откровением что то что написано здесь документации написано основе исходного кода который находится здесь и полностью бьет прочитав документацию опытному разработчику уже понятно да но на самом деле не всегда документация подробная как у джанга поэтому когда мы открываем исходный код и натыкаемся например вот на эту строку которая уже нам говорит как писать свой собственный код то есть в чем заключается в чем заключается ваш ответ на вопрос если сказать что создать создать карту обучения заключается в том что у нас есть исходный код документации и на основе этого исходного кода и документации мы с головы на коленках на ноутбуке в любом месте можем писать код вот конечный результат как это делается понятно что для того чтобы это делать правильно надо провести тестирование как правило я даю несколько заданий которые касаются исходного кода и документации чтобы выявить слабые места например если проводить курс вот давайте начнем питон вот и пошли бла 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 одни знают одно другие другое иными словами это неэффективно но когда мы проводим тестирование и конкретно понимаем что мы опираемся на документацию исходный код какая у нас цель цель первое это научиться читать исходный код но никак не получится ребят в минут следующую вещь если мы не можем читать исходный код то никогда мы не примем решение, как писать свой код. Просто-напросто мы не поймем те законы, которые вложены в этот исходный код. В данном случае нам очень четко понятно закон объект первого класса. Функция в Python это объект первого класса. И если мы откроем здесь, то уже к гадалке не ходи, все будет писаться через атрибуты. Вот оно доказательство. По сути дела, мы, понимая еще работу с атрибутами, начинаем писать код в любых проявлениях. Все очень просто. Это читаемо. Но к этому надо прийти. А вот подоспел и ответ на первый вопрос, который возникает у каждого человека. Я не знаю, правильно ли я двигаюсь. Система работы с кодами, работы с языками программирования, она однозначна. Почему? Все языки сеподобны. Давайте я приведу короткий пример. Вот функция Python. Вот функция JS. Вот функция C++. Вот функция C++. Обратите внимание, что здесь общего. Здесь общего это параметры. По сути дела, если мы разберем параметры и что такое параметры в одном языке, потом закрепим во втором, закрепим в третьем, то открывая N язык, для того, чтобы разобраться в параметрах, нам понадобится примерно 15 минут. Все остальное будет абсолютно схоже, абсолютно одинаково. То есть учить это не надо. И понимать это мы уже понимаем. То есть, когда возникает вопрос, я не знаю, как двигаюсь. Просто нет системы работы с кодом. Вернее, она есть. И вы ее можете оследить. Просто вспомните, понаблюдайте за собой, что вы делаете, когда получаете исключение. Вы идете на переполнение стека, вы ищете ответ Google, или же вы идете в документацию и исходный код. Я не против Google, но потом как вариант, когда вы знаете сами уже, увы, принято решение. Вот эти два способа действий, они различают пишущего программиста и не пишущего. Почему неэффективно, например, многие рекомендуют, а ты возьми, напиши. Тогда давайте немножко сейчас пойдем к концу, посмотрим двух человек. Значит, первый человек. Давайте посмотрим. Итак, первый парень. Примерно обучается 7-8 месяцев, вышел на уровень уверенного чтения кода, уверенной работы с документацией и легко работая с любыми библиотеками. Вот как выглядит такое описание кода на практике. Мы с ним в данный момент работаем над проектом, то есть он работает. Я только даю подсказки, куда идти. Я ему дал довольно сложную модель профиля. Это то, с чего начинается абсолютно любое приложение, то есть серверная часть, которая необходима. И его задача была, он ее первый раз видел, описать со стороны программного кода. При этом я остановлюсь, что происходит с большинством людей, которые занимаются программируемым, но подходят к библиотеке не со стороны программиста. Например, что они делают? Абсолютно верно. Я тоже так когда-то делал, лет 9 назад. То есть заходят, например, модели Джанго, запоминают саму конструкцию, да, и пытаются вот тут я свое напишу, вот тут я повторю, вот это будет так выглядеть, там посмотрят. Иными словами, просто пытаются нечто повторить, а потом просто что идут и делают, и ищут решение. Этот подход не приведет, даже если человек напишет 100 проектов, он будет только, сможет повторить тот проект. На самом деле здесь ответ простой. Тот, кто знаком с языком, здесь очевидно, что это код работает на метаклассе, потому что метакласс сам по себе, он создает экземпляры классов. То есть если человек знает, как работает с экземпляром классом, то в принципе дальше проблем нет. То есть по сути дела это работает с атрибутами. Все, все банально и просто. Именно это и отразил человек в описании. Давайте посмотрим, как выглядит данный язык. User, встроенный класс для реализации объектов пользователей. Обратите внимание на его лексику, да. Основными полями экземпляра являются обязательно username и паспорт. То есть он опирается на код, профессионально рассуждает не со стороны человеческого джанга, что вот должно быть поле создано, в которое писать заголовок, а со стороны экземпляра класса. Без указательного. Значит, получим список поля через менеджер objects. Далее смотрим. Поле data join, возвращая значение экземпляра data time, дата регистрации экземпляра и так далее. Далее. Класс onetonefield из документации джанга. Один экземпляр просто устанавливает связь с одним экземпляром объекта user параметра. То класс экземпляра которого устанавливает связь один к одному. При удалении экземпляра создадим экземпляр профиля с именем профиль. Атрибутом экземпляра. Объект экземпляра класса field. То есть обратите внимание на лексику. После 7 месяцев. До этого была проделана большая работа. Все те же там параметры. Все это изучено. То есть человек берет код и профессионально разбирает. Даже ему можно не говорить, что это джанга. Он просто смотрит со стороны языка программирования. Далее. Приводят примеры. Вот второй случай, когда человек еще учится, до этого не дошел. Например, если взглянуть на функции, сейчас немного лучше, но если взглянуть на описание исходного кода, то описаны только заголовки, но четко видно, что по сути дела параметры мы прошли. Но это не главное. Когда я ему задал вопрос, как мы будем писать свой код на основе исходного кода. То, что он уже запомнил, это прекрасно, это документация исходный код. Вопрос, как он будет этим пользоваться. Давайте посмотрим, что не даст двигаться дальше человеку. Я поставил три вопроса. Объект первого класса. Что такое объект? Из чего нужно начать изучение классов? По сути дела, это три большие темы. Но я ставлю этот вопрос часто, почему? Чтобы понять, что тормозит человека. В данном случае бесполезно изучать классы, пока не будет изучен объект. И дальше мы видим самый настоящий стопор. То есть мы продолжили изучать, разобрались уже. Вопрос. Объект, что это такое? Это элемент программированный, обладающий методами и свойствами, и так далее, и так далее. Иными словами, просто-напросто некая чушь. То есть более похоже на Википедию. Теперь открываем исходный код и скажем, может ли эта формировка нам помочь. То есть и при чем есть классы. А все очень просто. Когда мы смотрим большинство людей, которые начинают по стандартной системе, изучая объекты. Объекты, не объекты, а типы, например. Для них типы становятся скобочками и все не более чего. Кавычками и так далее. Но на самом деле все здесь объект. Вопрос. Когда мы смотрим на это, что мы под этим подразумеваем? То есть в данный момент, на тот момент, этот очень старательный парень, у него было что? Объект это некое слово, которое он произнес и забыл. Но ведь объект предполагает под собой два конкретных понятия, которыми мы и будем размышлять. В конце концов, на одно из них он отвечает правильно. В данном случае моя цель добиться, чтобы человек не понимал, что такое объект, а подразумевал под объектом конкретные действия. Далее он немножко вроде как начинает соображать, что делает сюда кучи. То есть у него появляется тип. По сути дела, здесь вот ответ о системе. Значит, на вот этого парня ответил. Что является, вот почему, не знаем. Просто когда человек только начинает изучать, изучает, запутался, он не ставит зависимость одних элементов от других. Тогда у вас становится вопрос, а почему, Боксановский, ты считаешь, что есть правильные элементы? Да здесь я же сказал раньше, и повторяю сейчас еще раз, и прошу это запомнить. Система освоения программирования, она однозначна. То есть есть сиподобные языки. Это все современные языки, но которые, например, вы будете точно использовать. Python, Go, Go, JS и продолжайте, Dart и так далее. Все они будут работать по одним и тем же законам. И у всех будут одни и те же элементы. Если ваше знание, то, что выделили, работает со всеми языками, работает одинаково, значит это ключевой элемент. В данном случае большинство людей не задумываются, например, что значит непонимание объекта не может им дать. А это очевидно. То есть и писать не начнем без понимания объекта. Но одно дело написать формулировку, а другое дело, давайте посмотрим вот на такой пример. Очень простой. Вот смотрите. Def fun. Раз. Второе. Итак, перед нами действительно два объекта. И для которых работают абсолютно разные законы программирования. Представьте, что мы не понимаем, что такое объект. Если я понимаю, что такое объект, то есть я под объектом понимаю тип и значение. При этом тип для меня определяет операции, а значение то, что я получу. То можно было бы выразиться это следующим образом. Возьмем, создадим переменную, где язык нам говорит условия своей работы. Он говорит name.der и снова.definet. Иными словами, не существует. То есть я, язык говорит, я это не считаю объектом, потому что я это не могу разместить в памяти. Абсолютно верно. Теперь давайте посмотрим еще одну интересную вещь. Сначала возвращаемся к парню. Кстати, ребят, вот один из моментов, который не даст стать программистом. Домашнее задание всегда должно быть не менее 300 строк кода. С исключениями совсем. Я рекомендую 600. И в принципе, вот эти ребята, один и второй, они укладываются намного больше. То есть, что происходит в данный момент. Во-первых, если человек в большинстве своем, что делает, посмотрел, а понимаю и забыл. Он не может ничего сформулировать, в итоге он никогда не начнет писать. Почему? Потому что язык, он подлежит, значится, смысловому комментированию. То есть, то, что можно проговорить и связать. Иными словами, то, что мы можем проговорить, раз, два, три, потом мы можем этим мыслить. Но в данном случае не будем отвлекаться от объекта. Итак, все равно, смотрите, первое занятие, когда я показывал вот с этим парнем по объекту, у него было вообще плохо все. Но дальше он делает совершенно грубую ошибку. То есть, я вижу, что он не сознает объект. А наша задача какая? Чтобы он смотрел на любую строчку кода и видел за объектом, то есть, то, что он должен видеть. Я вам скажу. Он должен видеть тип и значение. А объект, словом, когда он употребляет, то есть, ну, я покажу просто этот фрагмент сейчас. Итак, ссылка на указатель и объект памяти в памяти режиме переменной и значение переменной. Обратите внимание, опять большая ошибка. Иными словами, он выкручивает переменную. То есть, получается, функция, класс, выпадают. Это не объекты по его размышлению. Это нормально. В данный момент я не зря проговариваю. Никогда человек не поймет ООП. Почему? Потому что основная задача, чтобы начать писать, читать код, мы идем к типу. К типу. Ладно. Давайте смотреть этот пример. Вот смотрите. В данном случае мы говорим, что вот это объект и вот это объект. А еще мы можем сделать еще один объект. Сделаем объект, он будет неполноценный. То есть, задействуем это исключение. И здесь он ничего не будет возвращать. Здесь будет просто у нас... Ага. Да, мы четко понимаем, что это переменная, но мы провоцируем язык. Обратите внимание, это все равно объект. Теперь давайте посмотрим, проверим. Вот у нас есть раз, два, три объекта. Эти три объекта подчиняются абсолютно разным законам программирования, на основе которых мы будем в будущем принимать решение на написание своего кода. Ну что ж, давайте попробуем. Итак, нам для того, чтобы проверить, нам надо сначала вывести. Итак, объект. К чему я должен привести этого парня? Я почти привел. Объект. Это тип и значение. Абсолютно верно. То есть, я смотрю на строчку кода, а моя мысль уже работает над объектом, да, какой тип, то есть, я понимаю, какие операции я могу с этим сделать, и назначение. В данном случае я и так работаю со значением, потому что это атрибуты. То есть, я прекрасно работаю с экземплярами, но в данном случае мы еще с этим парнем до этого не пришли. Мы не можем ответить на этот вопрос. Ну что ж, сначала нам надо проверить, что объект действительно то, что мы понимаем. Для этого нам поможет Цутон. Давайте попробуем это сделать. То есть, в Цутон есть Тайвз, который проверяет, что это есть правильный тип. То есть, тип. Иными словами, как можно понять тип? Ну, смотрите, вы берете на обед тарелку, но не кирпич. Почему? Потому что тип операции, которые вы предполагаете с тарелкой, это с нее можно покушать, с нее можно что-то налить. Но у вас в реальной жизни никак не, вы не додумаете взять, положить кирпич и наливать в него суп. Ну, просто тип у него другой. Его можно там прижать пленку, положить на стену. То есть, тип определяет ваши действия с объектом, вашей операцией. Этим легко размышлять. И вы в жизни этим руководствуете абсолютно каждый день. Все мы руководствуемся. Но в языке мы это забываем. Теперь возьмем... Возьмем некий объект. А он у нас есть. Ну, вот это у нас наша функция. Фан. Значит, И мы проверим, а что у нас лежит в памяти. То есть, объект. Нам надо узнать значение. Питон создал адрес памяти. Вот здесь мы с кем-парнем пошли уже в C++. Не надо знать C++. Просто надо четко понимать, как работают указатели. Почему? Потому что в дальнейшем ему сказал, для изучения классов нам надо четко понимать, что такое ссылка. Это самое одно из самых главных понятий в любых языках. Это такие как SGS и так далее. Ну, да ладно. Мы не будем углубляться. Давайте посмотрим действительно значение этого объекта. То есть, то, чем мы можем размышлять. Я просто напомню, мы применяем функции. Я сейчас не буду ставить цель их объяснять, которые проверяют тип. Далее мы берем X, C types, и PyObject тоже не буду сейчас объяснять, просто нет времени. То есть, именно так работает PyPy внутри. У него все как объект, который будет предполагать в первую очередь тип значения, тип значения, тип значения. И нам надо узнать само значение в данный момент по этой ссылочке в памяти. Вот именно, вот поэтому. И так, а мы видим, что значение является функция. Обратите внимание, указатели разные. Сейчас не будем разбирать. То есть, в данном случае показывали ID. Я не буду сейчас разбирать, просто на это нет времени. Ну, то есть, у нас есть значение функции. То есть, вот теперь мы понимаем, это объект, у него есть тип. Проверяем. Фанкшн. И значение у него, функция. Что нам это говорит? Ага, все просто. Если это значение функция, тип, тип функции, значит, я могу это сделать его объектом первого класса. Что мы и сделали? AF. То есть, я могу присвоить. Я уже понимаю тип, понимаю, что я могу сделать. Ну, что ж, вот она. Но, смотрите, что происходит. У нас здесь ретрон А. Что будет? Я уже смотрю на функцию и говорю себе в данном случае, что здесь будет. Это будет значение INT. И, значит, я должен работать с теми методами с этим, да, как числом. А здесь была функция та же, да, ну, была функция в значении. А здесь будет что? интеджер, целые числа. Ну, что ж, давайте я это проверю. Я проверяю, допустит ли язык мне работать с этим. там так я делал? Да. Пять. Обратите внимание. Вывел пять. А мне надо было не так делать. Не то я сделал. Их два. То есть, все нормально, есть. А теперь я сделаю то, что я и делал раньше. Посмотрю значение. Так. Пять. что изменилось? Одна и та же функция. Когда мы работали с функцией, то у нее было значение функции. Когда мы присвоили перемены иными словами, зная, что это объект первого класса, а это уже из области принятия решений написания собственного кода. Значит, я уже могу делать следующее. то есть, я уже здесь понимаю, что в данном случае я буду работать как с атрибутами. И, по сути дела, я могу делать абсолютно любые действия, которые подвластны целым числам. Пожалуйста. Почему? Потому что я четко понимаю тип интежер, значит, я могу делать любые операции, которые связаны с числами. Скажите, это сложно. Я ведь не рассказал вам ничего нового, кроме того, что вы знаете. просто я сказал, что вы ставите тарелку, а не кирпич, потому что у вас работает логика. А в языке эта логика не работает. Почему? Потому что нет этих знаний. Вот, пожалуйста, вам момент принятия решений написания собственного кода осознанно. Пока хватит сегодня. вот если не разобрать объект, а объект для этого парня остался бы просто словом, да, объект, слово, объект, сказал и забыл некое слово, да, то, по сути дела, путь к классам закрыт, однозначно. Когда мы с ним добрались до того, что теперь для него объект, что, а когда он смотрит на любую строчку кода, то у него всплывает. Я смотрю на строку, но здесь же есть и тип, и значение, да, то есть, и он четко отдает себе отчет, тем более, когда он сам код пишет, да, как я буду работать с этим кодом, так как он четко понимает, что с числа будет, с числами работать. Что касается, если тип функции, то все, что есть для функции, там, получается, замыкание, говникание, и все прочее, могу использовать. Иными словами, банально и просто, и как в жизни каждый день, просто немножко разобраться. Видите, как одна простая вещь, может не дать выучить язык и понять. А учить, то на самом деле, как вы видите, ничего не надо. Все вкладывается в логику жизни. И самое интересное, если вы откроете язык GS, C++, то всегда будет в памяти храниться две вещи, тип и значение. и они одинаковые для всех языков. Там они могут быть по-разному, где-то будет реализация, но принципиально язык не может работать, если он не объект. Я вам показал. Вот. Язык говорит, самое частое исключение, не существует, есть имя, но в памяти его нету. По одной простой причине, потому что он не может быть объектом. У него не определено ни тип, ни значение. В данном случае это просто какие-то буквы. При этом язык начинает сам себя опекать, когда... Ну давайте посмотрим еще один вариант интересный. Mine3, да? Вот он. Fun3, пусть будет. Обратите внимание, мы здесь написали. То есть мы четко понимаем, что это будет исключение. Но функцию язык разместит в любом случае. Он не спросит ничего. Почему? Потому что функция и тело функции это два разных объекта. Это уже будет работать с пространством умен. Если мы здесь посмотрим Mine3, да? А здесь до этого сделаем x3 id fan3. Вот обратите внимание, что происходит. Смотрите, все отработало корректно. он говорит, что значение этого объекта функция, которая размещена по адресу. Называет ее fan3 и размещена по адресу такому-то. То есть это один объект. Но как только мы заставим его работать, давайте попробуем провести операцию над этим объектом. Нам не даст уже Python. потому потому что c-types то есть определил, что функция то сама по себе написана корректно. Иными словами, что значит корректно? То есть вкладывается в рамки определения функции. Давайте посмотрим. справочник по языку и видим. В данном случае ключевое слово def обязательно эти скобочки обязательно. Далее. Это обязательно. То есть здесь Бекусанаура все очень просто. Здесь показана сама функция. То, что касается в кавычках, это не строки, то обязательно. Все остальное. Дальше параметры мы видим, что здесь нет обязательных. Только запятые. А сами параметры это могут быть разные допустимые. Допустимые. То есть в данном случае язык поступает абсолютно правильно. Саму функцию он определил. Она написана корректно. То есть сама функция написана корректно. Где она у нас там делась? А дальше он не пошел. Почему? Потому что мы не дали оснований. Ну давайте попробуем сделать это объектом первого класса. Нам язык это просто не даст делать. По одной простой причине он сразу скажет а ваша переменная ага она не существует. То есть иными словами когда мы заставили делать объект как объект функция он у нас нормальный и мы говорим мы знаем тип объект значит если это тип объект значит я могу присвоить эту функцию объект функция первого класса я могу присвоить ее переменной и я пробую это делать но я четко понимаю вижу что ага не определено то есть дальше язык не идет все иными словами я должен исправить это но мои размышления были правильные так как эта функция является тип данных функция то я думаю какие операции я могу применить функции допустим присвоить переменной как объект первого класса для чего для того чтобы мне на свой код написать как атрибуты и по крайней мере вычислить я должен вернуться и нечто исправить да пусть будет так теперь все будет нормально типа нет но но это тоже тип просто показывает что тип фалс но в любом случае память пустой не может быть не дошло ну в общем все понятно все правильно итак возвращаемся к этому парню я показал два среза один фрагмент вот человек правильно ли я выбираю технологии смотрите вот есть одно простое правило когда вы работаете современным интернетом сервер вот смотрите вы выбрали фаса api сейчас ваша главная задача какая в первую очередь серверная часть серверная часть это вам даст возможность сделать любые приложения мобильные и так далее и сайт и все прочее то есть серверная часть если есть api перед ними должна идти серверная часть то есть цепки да ну дальше не буду то остальное выбираете это по нужде по сути дела вы либо следуете в тренде сейчас пошли все с искусственным интеллектом много работать с искусственным интеллектом и здесь можно уже добавлять там блокчейн и так далее здесь уже лежит интерес но я описал немножко другое что код не зависит да важно система и так еще одна часть ответа на это зачастую есть вопросы но самому сложно найти ответы я этот ответ уже дал вам и другим ребятам какой ответ у вас в любом случае есть система работы с кодом либо она стихийная вы ни на что не опираетесь я вам четко показал пример что вот вы подумайте вы до этого именно так воспринимали объект или просто объект как слово вот все объекты забыли теперь же после этого вы задумались оказывается когда я говорю объект я подразумеваю тип и следующие за ним операции и значения с которыми я буду работать эта простая вещь вам не даст освоить классы теперь даст но это еще не все из таких вот шажков складывается система работы с кодом ответы я вам показал как ищется но что для этого надо сделать есть два способа изучения языка программирования первый способ изучения языка программирования это способ который заложен во всех руководствах и передача от профессионала к профессионалу как правило в начале этого идут типы данных обратите внимание в этом примере я показал что мы приходим к этому то есть к чему мы должны прийти когда вы имели ввиду создать карту мы должны прийти к написанию собственного кода но давайте сделаем шаг назад чтобы писать собственный код надо читать вообще код понимать чтобы понимать код еще перед этим надо понимать вообще какая перед тобой конструкция это и называется система эти конструкции опять если двигаться по направлению меньше чем пальцев на руках поэтому сама по себе система идет с типов и в результате что получает ученик как правило он представляет тип как некие скобочки кавычки и больше ничего если ему показать строчку кода вот как я рассказывал что функция то он это не воспринимает как тип какой-то он воспринимает это как функцию но больше ничего дальше он ничего не знает так вот чтобы читать код надо к типу к этому прийти и это определенное количество шагов небольшое поэтому есть второй вариант в котором заключается моя система мы можем все вот это забыть по сути дела использовать по необходимости а что надо для этого сделать а для этого надо сделать следующую простую вещь если мы разделим язык всего на 4 элемента действия что и есть базой функция клад место экземпляр то и выявим законы что все это работает по одним и тем же законам иными словами это все работает по одним законам подчиняется одним правилам и работает во всех языках одинаково то по сути дела у нас перестает быть мешанина потому что на самом деле в реальном коде мы работаем именно с этими четырьмя конструкциями вот это и заключается моя работа помочь вам тогда все отпадает все остальное становится просто логическое и работает для всех этих конструкций абсолютно одинаково и мы используем это опираясь на документацию в зависимости того что хотим получить все очень просто в сухом остатке я заканчиваю можно сказать что программирование может освоить абсолютно любой человек если у него есть желание на это у него есть на это от 6 до 15 месяцев и если он готов двигаться иными словами привести свою систему работы кода к пониманию базовых конструкций которые он будет наращивать которые будут применять основную цель уставить это чтение кода и принятие решений написания собственного кода то есть здесь подключается документация исходный код эффективность системы доказывается за счет того что за счет тестирования мы оттачиваем те знания которые на которые вы даете ответы иными словами если взять и пойти просто сначала давайте я вам расскажу то в принципе это будет в одно ухо влетело другое вылетело если мы ставим немножко по другому цель мы делим на 4 конструкции всю систему а потом работаем с этими конструкциями выявляя общую разницу и так будет очевидно то есть тогда у вас учить ничего не надо вы четко понимаете дальше надо обеспечить все эти конструкции правильными базовыми элементами один из них я показал что есть объект то есть все логично просто опять же учить ничего не надо надо просто понимать и видеть что в жизни вы это используете на выходе должно быть стать понятно что библиотека не имеет значения все что написано в библиотеке законы программирования используются одни и те же джанга виограмм и так далее вы одни и те же принципы будете читать и там и там и там просто реализуются разные вещи но со стороны подхода программирования этих вещей всегда меньше чем пальцев на руках кому кто хочет проверить мой подход на практике и получить результат переходим индивидуальное обучение задаем вопросы на почту да и я дам рекомендации этому парню я запишу второе видео где дам рекомендации по индивидуальному подходу я немножко сейчас данное видео еще не изменил сейчас все видео пишутся не для общественности то есть при работе это вот здесь я показал общий случай поэтому выкладываю да чтобы люди понимали что делать но когда идет непосредственная работа с вами то все видео будут записаны только лично для вас доступны только вам по ссылке работать можно через почту через гитхаб если показ гитхаб плохо то работаем через почту освоим и двигаемся тестируем начинаем двигаться результатом будет написание своего собственного кода хотите приходите все получится это гарантированно я все доказал единственное что надо найти это время и принять решение что я это освою сложного здесь ничего нету просто нужен определенный порядок и определенный подход определенный спасибо все получится в описании ссылки